На мой взгляд, с точки зрения теплообеспечения Конечно, нужно серьезно заниматься котельнями, которые до сих пор работают на угле В первую очередь, это котельня на улице Максима Горикова Которая находится в центре живых домов, рядом с детскими площадками Конечно, там пыль, смак, угольная крошка, угольная пыль Безусловно, это вопрос такой, на мой взгляд, первоочередной, первостепенной важности Тем более, что есть достаточно разумное решение Если объединить эту котельню с котельной Антариса, так называемую Она тоже, кстати, угольная, но она хоть на границе промзоны находится И в достаточном удалении от жилых домов Если на базе этих двух котелин ликвидировать котельню, которая на Максима Горького И сделать нормальную газовую модульную котельню на промплощадке котельной Антариса То это, в принципе, будет хорошее решение, конечно Тем более, туда газ уже подведен Ну и тепломагистрали рядом находятся, их можно завязать в единую систему технологическую Но, понятно, это требует значительной доли инвестиций Также мы посмотрели котельню модульного типа на микрорайоне Западной Ну и, конечно, это уже совсем другой уровень Современная котельня полностью автоматизированная Очень эффективная с точки зрения эксплуатации Тариф по отношению к тарифу, который там был до этого, снижен практически на треть Ну, то есть, всем выгодны с точки зрения экологии, населения и технологии Вот, и понятно, что нужно двигаться в этом направлении Вот, ну а то, что касается других систем жизнеобеспечения Это вот, где мы сейчас находимся, очистных сооружений Где перерабатываются все стоки города Барабинска Здесь проблема немного другая Она, в первую очередь, связана с ужесточением экологических требований Для того, чтобы стоки, которые вот в озеро, которое за мной находится, озеро Боинское Еще более были очищены И для этого требуется колоссальный объем вложений Для дополнительной системы уже физико-химической очистки Вот Это, безусловно, либо отразится на тарифе, чего, соответственно, нельзя допустить Либо потребует дополнительных вливаний, которых, конечно же, в местном бюджете нет И вот, как решать эту проблему, пока непонятно Но она станет наиболее остро прямо уже в ближайшие месяцы Потому что срок лицензии истекает в конце этого года И не факт, что, возможно, будет пройти новое лицензирование для очистных сооружений Не построив вот эти дополнительные системы очистки Для того, чтобы соответствовать всем необходимым требованиям Поэтому, как эта проблема будет решать Сейчас, конечно, городские власти, в первую очередь, будут озадачены Ну и, наверное, нужно искать какой-то компромисс с природоохранными ведомствами Для того, чтобы хотя бы этот срок передвинуть Для того, чтобы попытаться эту проблему как-то качественно решить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok